Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сейчас будет ролик, который посвящен заготовке продуктов, которые мы вырастили на своем участке уже на зиму. У нас пошли огурчики, у нас пошла земляника, уже вовсю собираем урожай, вот закатываем вот такие баночки с вареньем вкусные. И меня просили рассказать, как я делаю свои огурцы. У нас был уже об этом видеоролик, но он был давно, его как-то не могут найти, и он там длинный, и очень подробно все. Я сейчас коротко расскажу, в чем мой секрет. Многим нравятся мои огурцы. Смотрите, я их вот так помыла, обрезала кончики, подготовила все специи. Это вот такой вот с зонтиками укропчик, вот у нас смородиновые листочки, вот любисток, главная приправа, от которых мои огурцы получают какой-то вот специфический вкус. Еще можно класть, конечно, вишневые листья, вот лавровый листочек, да, перец душистый и перец с черным горошком, кто как любит, ну и, конечно, чеснок. Сегодня мы будем закатывать в литровых баночках, потому что многие просили рассказать, именно сколько вы соли, сахара кладете на литровую банку. Весь смысл не в том, чтобы класть на банку, а готовить рассол, он стандартный, и делайте хоть в любых банках, хоть вот таких маленьких, хоть в ведерной какой-нибудь банке, все равно рассол получается одинаковый. Итак, мы кладем на литр, вот у нас литр, кладем на литр 2 столовых ложки соли без горки. У нас здесь будет 3 литровых баночки, мы делаем 1,5 литра. Значит, у нас получится 3 столовых ложки соли без горки. Вот мы сейчас ее положим, отмерим. Вот так, видите, я разравниваю пальчиком, все, одна. Вот камушек убираю, вторая и третья. И суть нашего ролика еще будет в том, чтобы испытать разные закаточные машинки. Посмотрите, они у меня вот такие новенькие, у меня был день рождения, мне презентовали. Это закаточные машинки, которые называются Иваныч. Внешне они вроде бы одинаковые, но потом я расскажу, в чем у них отличие. Соль мы положили, мы кладем сахар. Я кладу 1 ложку на литр, вот как возьмет. Смотрите, она у меня вот, ну, с горкой даже я немножечко сейчас уберу. И половина, потому что у нас 1,5 литра. Все положили. Вот это я кипячу. И кипячу не просто воду, а кипячу сразу вот так со специями. Я все специи обязательно обрабатываю вот кипятком. Кипятить надо всего 3-5 минут. Мы их потом вынем и все заложим в баночки. А сейчас вот так вот я их просто положу. Листочки смородиновые можно порвать. И смотрите, сколько я кладу любисток. Вот одну такую маленькую частичку от листа. Вот он, видите, какой большой, да? На 1 литровую баночку. Больше не надо. И получается вот у меня 3 таких частички. По одному лавровому листочку на баночку. Ну и укроп, смородина можно много. И теперь мы все остальные процедуры проведем за кадром. А вам уже покажем готовый процесс, когда баночки будут упакованы. Следующий момент у нас наступает. Мы должны залить наши баночки кипящим рассолом. Посмотрите, мы сюда положили огурчики. Внизу у нас чеснок. Мы его мелко порезали. Вниз положили чеснок. Дальше сюда же положили специи, которые прокипели 3-5 минут. Почему это все снизу? А потому что, когда мы будем первый раз сливать вот этот вот рассол, чтобы у нас все это не вылетело из баночки, да? Вот сейчас мы и заливаем. Берем нашу кастрюльку. И открываем крышечку. Осторожно, чтобы не обжечься. Заливаем первый раз. Два раза я делаю такую заливку и сразу я заливаю рассолом. Никакой не водой простой кипяченой. Вот тоже задавали этот вопрос. И вот я считаю весь смысл моих огурцов, что они не взрываются в том, что я прокипятила зелень. Она грубая. В укропис попадаются такие толстые волокна. В смородиновых листиках, в черешках толстые такие жесткие волокна. И вот когда они уже прокипятились, там никакой инфекции уже содержаться не будет. Никаких у нас туда возбудителей в баночку не подпадут, чтобы у нас она закисла или чтобы наши огурчики взорвались. Ничего такого у нас не будет. Вот мы залили наши огурцы. Они у нас стоят минуточки 3. Дальше мы все это сливаем и по второму разу будем уже заливать и закатывать. После того, как рассол слили, мы должны его вскипятить второй раз. Смотрите, уже никаких специй нас там нет. Весь укропчик, смородиновые листочки, они уже внизу в баночках. Кипятим только сам рассол. Пока у нас кипятится второй раз рассол и кипятятся наши крышечки, я вам немножечко расскажу про закруточные машинки. Вот они фирмы Иваныч. Коробочки вроде бы все одинаковые. Вот он Иваныч. А машинки на самом деле разные. Называются они очень интересно. Одна машинка улитка. Вот она. Другая машинка ложка. Вот она. И третья машинка очень простая, советского типа, к которой мы все привыкли. И вот на упаковке здесь они так и обозначены. Закруточная машинка с подшипником ZMP. Закруточная машинка улитка, там буковка О. Закруточная машинка ложка, там буковка Л. И вот он подшипничек здесь и присутствует. Вот их видно. И благодаря этим подшипникам обеспечивается более мягкое закручивание. Сейчас мы попробуем всеми ими пользоваться. Скажу честно, я уже потренировалась. Вот, пожалуйста, вареница у меня закручена этим способом, этой машинкой. И на других баночках я все их испробовала. В общем-то все работают хорошо. Герметичность сохраняется. Мы переворачивали, мы испытывали. Все замечательно. Итак, давайте процесс закончим. Здесь у нас уже, ага, все булькает, все кипит. Мы выключаем и заливаем второй раз. Потихонечку. Рассол горячий, не торопимся. Найдем дырочку между огурчиками и льем туда рассол. Вот, если мы на круглые бачки будем лить, то у нас может брызгаться. Вот это молодым хозяйкам, чтобы они не обожглись. И третью баночку мы заливаем. Не забываем уксус, потому что это у нас будут маринованные огурчики на зиму. И стоять они могут закручены таким способом, без погреба, без холодильника. Стоят при комнатной температуре. Вот мы их залили. Дальше мы прям под крышку кладем вкусную эссенцию. У меня, видите, такая кофейная ложечка. И мне надо на литровую баночку совсем чуть-чуть. Я выливаю неполную даже эту ложечку. Вот, даже тут капнула, поторопилась. Вот так. Уксус регулируйте сами. Кому-то нравится побольше, понадёжнее. Кому-то нравится поменьше. И здесь уже рекомендации... Ага, горячо. Рекомендации совершенно разные бывают. Вынимаем крышечку. Накрываем. Следующую. Накрываем. Горячие крышки. Горячий просол. Всё у нас стерильно. Так. И приступаем к закручиванию. Итак, первая машинка у нас советского типа, как мы привыкли раньше. И вот ставим её вот в такое положение, чтобы здесь была свобода. И чтобы этот подшипник не мешал закруточной машинке надеваться на крышку. Теперь наоборот. Мы приближаем этот подшипник сюда. Немножечко, чтобы он прижал нашу крышку. И начинаем крутить. И с каждым оборотом чуть-чуть мы делаем нажим больше. С каждым оборотом. Сразу не прижимайте. Тогда вы крышку деформируете, и у вас будет неровная закрутка. А вот с каждым оборотом вот так будет как раз равномерная закатка. Держим руку ровно, без перекосов туда-сюда, чтобы наша крышечка, наша закаточная машинка не сорвалась с крышки. И потихонечку вот так закручиваем. И когда уже поймём, что усилия уже не нужны, вот она уже всё, всё готова. И можно уже переворачивать нашу баночку и проверять мою герметичность. Вот, посмотрите, ничего не течёт. Всё замечательно. Первая баночка у нас готова. Это была машинка обычная, закруточная, с подшипником. Теперь мы будем закручивать улиткой. Берём следующую банку. Здесь совершенно другой механизм. Почему? Улитка. Посмотрите, здесь спираль находится на этой закруточной машинке. И вот этот вот язычок, он ходит по этой спирали, всё больше и больше прижимая нашу... Вот он зашёл в эту спираль. Всё больше и больше прижимая нашу крышку. Здесь мы самые крайние положения сейчас поставили. Накрываем крышечку и начинаем крутить. Здесь идёт у нас машинка полуавтомат как бы, да? То есть мы здесь не подкручиваем ручку, а у нас сама она закручивает. Мы только вот держим саму машинку. Смотрите, всё у нас до упора ушло. Видите, последнее кольцо улитки. Вот оно. Это значит, что всё уже у нас баночка закрылась. Вот видите, с каким усилием здесь она уже притирается. Вот. Теперь в обратную сторону мы её просто-напросто раскручиваем. Кому хочется понадёжнее, вот раскрутили, ещё раз можете в эту сторону закрутить, чтобы как бы удостовериться. Ну вот всё, да? В обратную сторону раскрутили, сняли. Вот наша вторая баночка готова. И мы тоже горячее проверим у неё герметичность. Так. Ничего не течёт. Всё хорошо. Следующая закаточная машинка, которая называется «Ложка». У всех у них есть вот эти вот подшипники, которые обеспечивают эту мягкую закрутку. И вот она сейчас, эта машинка, стоит в том положении, которым можно легко надеть, вот проверить, как можно, да? Вот на просвет мы смотрим, вот это вот надевается на крышку. Это должна отстоять от неё, тогда она легко наденется. Вот. И теперь мы будем прижимать, вот крутим просто эту машинку, и она сама прижимает за счёт того, что вот эта ручка пошла по резьбе, которая находится в этой красной прижимной ручке. Вот. Всё. У нас процесс идёт. Так, уже туго стало. Немножечко я ослаблю ещё. Вот. Уже всё готово. Опять же, кому не нравится, кто любит вот эту вот надёжность, да, чтобы была, раскрутили немножечко, ещё раз прошлись. У меня тётя в Ростове, вот она любит это вот, чтобы понадёжнее было. Она тут у неё целый ритуал с закруткой. Вот. Я как-то быстро, ну, закрутилась, закрутилась. Всё. Вот, готово. Да, мы её раскрутили обратно. И проверяем, опять же, герметичность. Всё ставим. Ничего у нас, никаких капелек нигде нет. Готовы наши три баночки. Теперь их можно ещё укутать чем-то тёплым, поставить, чтобы ещё дополнительно прошла стерилизация. Вот такие замечательные баночки, закатанные такими хорошими, качественными закаточными машинками с подшипниками. Сделаны они из гальванизированного металла. Здесь всё защищено от коррозии. Нам производитель гарантирует, что они будут служить у нас долго. В общем-то, смотрите, все прошли испытания достойно. Закаточная машинка-улитка, закаточная машинка-ложка и закаточная машинка советского образца. Производит их компания Иваныч, которая расположена в Новосибирске. Там сибиряки любят запасаться. Поэтому они, наверное, знают толк в этих замечательных приборах. Ну что, я вам желаю, чтобы у вас ваши заготовки стояли до Нового года и дольше, до следующего урожая. Пользуйтесь, пожалуйста, нашими рецептами. Если что-то осталось неясно, задавайте вопросы.